Я могу понять, как недовольствие кислотов для них. Завершайте, пожалуйста, и не только. Именно в ваших местах, 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 в ваших местах. Я не знаю, что вы не обладаете. Здравствуйте. Компания МВА финансы, специалист административного обыскания Лупик Юлия Сергеевна, ведется запись разговора. Алена Ивановна, вы ознанок вам поступает по поводу задолженности МКК «Джет Малини». «Микрофинанс» бренд «Вивус» оформляли 13 мая 2021 года, 133 дня допустили просрочку. Сумма долга 33 608 рублей. Данную сумму кредитор требует нести в полном объеме. Сегодня вопрос будет решен вами с оплатой? Конечно, конечно. А почему 133 дня вы не оплачиваете? Знаете, не хватало мотивации. Вот я не понимала, зачем мне это нужно. А сейчас вы позвонили, и я поняла, что это необходимо. А почему 10 ноября, как договаривались, вы не оплатили? А с кем договаривались? С вами? С нашим специалистом. Ну, он был не так, значит, убедителен, как вы. Вы очень убедителен. А в целью не возврат, а займы оформили? Да как же, как же. Я же вот сейчас, вот сейчас прямо иду платить. Так у вас денег нету, как вы будете платить. Откуда вы знаете, есть у меня деньги или нет? Ну, если бы были 133 дня, не допустили проходку, не давали вложенную информацию. А зачем тогда в таком случае, если вы считаете себя вправе делать такие выводы обо мне, зачем вы тогда звоните? Ну, на песукали бы там что-нибудь, передали бы в кредитору. Не нужно указывать, как нам работать. Так это логично же было бы. Вы лучше научитесь возвращать чужие средства, Алена Ивановна. Вы возвращаете чужие средства, у меня нет никаких чужих средств. А я не занимаю микрофинансовых организаций. А я тоже не занимаю. Вы возвращаете, у меня нет долгов. И у меня нет долгов. Да так. 13 мая текущего года вы оформили займ, деньгами воспользовались. А сейчас незаконно удерживаются. Средства кредитора. На каком основании? Настраивайтесь на общение. Возможно, вы изного инспектора вас посетит. До свидания. Стой, мышь! Стой! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Алло. Да. Здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Инспектор компании «Верестра» Владимир Валентинович. Сговор записывается. Скажите, Диана Владимировна, это вы? Это я. Что вы инспектируете, инспектор? Скажите, вас инспектируем. Меня инспектируете? Скажите, а почему вы прерываете связь? Что? Когда это я прерывала связь? Так, спитесь. Постоянно. Вы не настроены, да, на диалог? Вы пойдите, проспитесь, и все пройдет. И сейчас посмотрим, кто связь прервет из нас. У меня все нормально. Да, незаметно. Вы чушь несете. Вы оплатили, у вас задолженность перед компанией МКК Макро, бренд Монеза, 26 825 рублей. Оплату 71 день не производится. Почему нарушаете условия договора? Вам давал кто-то такое право? Да, еще я перед каким-то непонятным хмарем не оправдывалась. Вы разговариваете с должностным лицом, поэтому выражайте корректно. С должностным лицом, дурилка ты картонная. Какое ты должностное лицо? Если вы не готовы общаться в рамках телефонных переговоров, то мы можем проинспектировать вас по месту уже лично. Проинспектировать, давай я жопу твою проинспектирую, но по месту. Чепушилкин. Будете там своего молодого человека... Нет, тебя мышь, тебя мышь. Мой молодой человек такой херней, как ты, не занимается. Ну, поздравляю вас. Да, я тебе не... За кого вы занимаетесь? Не возвращайте чужие денежные средства, это незаконно. Да, ничего страшного. Нет, все, ничего не страшного. Все, у тебя терпило все, ты закончил? Хорош конючить тут меня. Я еще раз говорю, за языком своим следите. А то что будет? Ты заплатишь и бросишь трубку. А то узнаете, что будет. Да, 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 расскажи, это маме своей эти пугалки. Лично будете общаться. Мне не страшно. Ага. Я тебе сказала, готовь жопу. А вас никто не пугает. Лично будем общаться. Вас никто не пугает. Я тебе все сказала. Где денежные средства? Мы на ты, во-первых, не приходили. Ой, да тебе только дошло. Нормально выражать это. Какой же ты тугадун. Я с тобой пару минут уже так разговариваю, до тебя только дошло. Да мне без разницы. Беда с восприятием, да, действительно? Не успел сказать еще. А, не успел. Заторможенный малыш, да? А вот все потому, что мама в детстве не развивала твои когнитивные функции. Видимо, наплевать ей на тебя было. Понятно. Понятно? Ну все, свободен. Да. Здравствуйте. Да, да. Я вам представлюсь. Компания МБА Финансы. Специалист изыскания Вольны Валентины Ивановны. Согласно требованиям 10-30 федерального закона, разговор записывается. Лена Ивановна. Это вы? Это мы. Название вам по поводу ваших невыполненных финансовых обязательств и брошенных финансовой компанией ООО МФК РНПАН. Наша компания работает с вашей просроченной задолженностью с 13.10.2021 года. Дата займа была оформлена до сезонного августа 2021 года. Сумма долга на сегодняшний день. По информации о вашей микрофинансовой компании составляет 115.039 рублей 40 копеек. 99 дней просрочки. Требования вашей компании произвести оплату сегодня-завтра. Оплата от вас поступает, Алена Ивановна? А зачем мне это с вами обсуждать? Вашу микрофинансову. Мне хоть необходимо не обсуждать. Вы не производите оплату 99 дней. Производите оплату. Вас беспокоит. Никто не будет. Никто не будет задавать вам никаких вопросов. Вы меня пока что не побеспокоили никак. Алена Ивановна, у нас в том, что в Кодексе Российской Федерации ваша кандидатура имеет право потребовать от должника, заемщика, исполнения обязательств, если он ка был под угловой займы. Все, потребовали. Алена Ивановна, на сегодняшний день зафиксируйте невосприятие информации вашей кандидатуры? Невосприятие информации? Зафиксируйте невосприятие информации. А что за истерическое, конечно? Ну так вы до истерики меня, до гомерического хохота доводите людей, потом спрашиваете, что за истерика. Естественно, вы глупости не говорите, люди смеяться не будут. Все уже предельно просто. Алена Ивановна, а вы не думаете? Чего? Если в Кодексе Российской Федерации вы будете производить оплату в разу больше. Да, 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 в ваших влажных мечтах где-то так это и произойдет. Если есть, Алёна, 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 это больше не будет, что вам подарят. Мужички, ты где ж вас таких берут, господи? Цирк уродов. Мне так вас жаль. А мне вас нет, каждому по заслугам. А я не храняю свои должностные обязанности. Я положу трубочку, забуду о вас, и о вашей простой. Я, конечно же, буду помнить долго, долго и с Триппетом. Алёна, Алёна, я не могу. Где вас берут? Это просто какой трэш нереальный. Алёна Ивановна, по проживанию ничего не изменилось, все по-прежнему. Конечно, все по-прежнему. Город Калуга, улица... Нет, город Сантропе, улица Ленина, дом 32. Но когда нужен был ли денежный отрез, вы указывали в долгер взайма охотную информацию о вас, и ваши прокручены задолженности. Ага, а вы-то тут при чём? Ну, вы знаете, что в вашей личной кабинете информация предоставлена... Да, кто разрешал в личном кабинете эту информацию предоставлять? Алёна Ивановна. Продолжайте, продолжайте. Ваш звонок очень важен для нас. Невосприятие информации фиксируйте. Конечно, обязательно. Невосприятие информации, на вопрос его нет. Посмотрите, пожалуйста, за своей дикцией, Алёна Ивановна. Хорошо, обязательно. Алёна Ивановна, а какой вы заразите? Отрицательный ответ, к сожалению, на сегодняшний день я фиксирую. До свидания. Пока-пока. Продолжайте меня. Ага, разрешила директриса. Ну, спасибо. Здравствуйте. Да-да. Компания «Боофинансы» специалистов Ирины Александровны. Разговор с вами не подписывается. Диана Владимировна, это вы? Да-да. Звонок вам поступает по поводу вашего долга в компании «Кватро». Займ выдавался вам на сайте надоденег.ру. Дата оформления вами договора была еще 24 сентября 2021 год. Состояние долга у вас уже сумма 56 955 рублей и срок неоплаты 57 дней. По требованию вашего кредитора необходимо внести платеж не позднее 23 декабря в эти сроки, установленные кредитором. Оплата поступает от вас? Не намерена это с вами обсуждать. Вы можете не обсуждать. Вы будете оплачивать? Я в курсе. Или нет? Зачем вы задаете вопрос повторно, если я сказала, что не намерена обсуждать, и вы это подтвердили? 57 дней у вас просрочка. За это время можно было как-то решить вопрос? Вы не обсуждаете. Вы вносите платеж, закрываете боти, соответствующий документ. Чего вы от меня хотите добиться, если я не обсуждаю? Не хотите, да, общаться? Хорошо. Тогда вы слушаете. Вы слушаете? Ой, это вы, дамочка, очень-очень сильно заблуждаетесь, когда думаете, что кто-нибудь будет слушать тот бред, который вы несете. Это совершенно, абсолютно никому не интересно. У вас тоже ждут. Не хотите. Очень ждут сильно вас негативные последствия, кармические, как минимум. Поэтому ожидайте, ожидайте, скоро настигнут вас негативные последствия, и вам от них не спастись. Я 100% вам гарантирую, что так и будет. Пока-пока. Надежда Владимировна, здравствуйте, не слышно? Нет. Надежда Ксена Анастасия Александровна, отдел реструктуризации, банк Тинько. Скажите, так лучше слышно? Нет. А мне робот сказал, что со мной свяжется сотрудник отдела взыскания. Вы говорите, отдел реструктуризации. Ошибка какая-то, сбой произошел? Нет, так как у вас образовалась должность ранее, поэтому вам банк предварительно добрая программа реструктуризации. Поэтому попадайте в этот отдел, чтобы регулировать ситуацию по вашему счету. Но вы из отдела взыскания или из отдела реструктуризации? Это отдел реструктуризации банка Тинькофф. Мне не нужна реструктуризация, до свидания. Надежда Владимировна, давайте сейчас урегулируем ситуацию по вашему счету. Я еще раз говорю, мне не нужна реструктуризация, до свидания. По какой причине вы отказываетесь от данной программы? Потому что мне это неинтересно. Тем не менее, у вас есть задолженность, и банк предлагает максимально выгодный вариант ее оплаты. Мне не нужна реструктуризация, до свидания. Надежда Владимировна, давайте сейчас урегулируем ситуацию по вашему счету. Несколько раз надо повторить, что мне не нужна реструктуризация, чтобы вы поняли, что мне не нужна реструктуризация. Тем не менее, банк идет вам на встречу и предлагает максимально... Мне не нужна реструктуризация. Ну что такое с головонькой? Совсем проблема? Лава? Надежда Владимировна, вы понимаете, что если мы с вами не придем к договоренности, так же вы вынуждаетесь скидывать отказ от программы. Вы понимаете, что я уже пять раз вам повторила, что мне не нужна реструктуризация. Вы кто вообще? Зачем вы навязываетесь так? Уговариваете, умаляете, упрашиваете, унижаетесь. Чувство собственного достоинства есть вообще, нет? Дело в том, что я действую на основании должностной инструкции, веду диалог. А я бы вам рекомендовала действовать на основании здравого смысла. Если вам человек пять раз сказал нет, надо шестой раз у него спросить? Давайте вернемся к вопросу о плате вашей заданности. Давайте вы отправитесь в... Ладно, буду доброй сегодня, в Освояси. И перестанете навязываться людям и задавать вопросы, на которые уже получили ответы. Надежда Владимировна, вам в любом случае придется выполнять взятые из себя кредитные обязательства. Кто так решил, что мне в любом случае придется что-то? Чтобы вам быть правильным, обратиться в суд. И что? Вы должны понимать, что по судебному... Вы должны понимать, что банк далеко не всегда выигрывает в судах. И? По судебному приказу приставы в праве арестовать счета... Судебный приказ я в праве отменить в течение 10 дней с момента получения уведомления о его вынесении. А в исках банк Тинькофф очень часто получает отказ. Потому что не предоставляет достаточный пакет документов, потому что у вас там все шатковалка с документами, прям беда-беда. И... Если вы также не готовы договариваться, то банк будет в праве передать долг сторонним организациям. Если вы будете навязываться, то я также в праве подключить переадресацию на антиколлектора. И пусть он разбирается с вашими там третьими лицами, сторонними организациями и с вами. Все? Аргументы закончились у вас? Ку-ку! Ну куда? Ну ку-ку! Да. Алло? Ну-ну. Оставайтесь на линии и идет с поединением. Здравствуйте, Шикинг, Шикинг, Николаевна, инспекторно-судебного взыскания компании. Мерест информировала о записи разговора. Диану Владимировну, могу услышать по данному номеру? Слушайте. Все верно? Верно. Диана Владимировна, связываюсь с вами по просьбе вашего кредитора у ОНСК «Озайм онлайн». У вас рассрочка на сегодня 59 дней. Сумма текущего долга составляет 49 223,74 рубля. Сейчас крайне важно текущий долг погасить и сокрыть обязательства по договору. В течение двух трех дней оплата от вас поступит на ваш номер счетного счета? Конечно, конечно. Скажите, а из-за чего тогда ранения в течение двух месяцев оплата не происходило? Да не хотелось. Какое-то же ваше обязательство по данному договору, разве не так? Конечно, конечно. Тогда озвучьте мне под запись данного разговора, в какого часа и какая сумма от вас поступит. Вот сейчас прям договорим и сейчас всё-всё-всё заплачу. Ну, озвучите под запись данного разговора, дату и сумму. Озвучила под запись данного разговора, сейчас честно надо договорить. Вы ни дату, ни сумму не озвучили. И всё-всё-всё я заплачу. Ну, какова сумма-то? Да сколько надо, столько заплачу. А у вас данная сумма-то на руках имеется? Да, на каком? Я вам её озвучила, а по-моему, вы её сейчас не слышали. Обязательство, я так понимаю, вы не готовы в дальнейшем свои исполнять. Ну, я только что сказала обратно, если вы делаете такие выводы, то делайте, затем вы тогда у меня спрашиваете. Ну, какие выводы? Ни дату, ни сумму, вы так и не озвучили. А должна была, да? Вы не предоставили. Ну, конечно. Да, должна была. Кто же меня обязал это делать? Кто вас обязал возвращать денежный свет? Кто меня обязал, непонятно кому, чего-то так говорить по её указке? А у вас указаний никаких не было. Вам вопрос задали. А я ответила, как посчитала нужным. Не вижу сложности здесь никаких. Конкретная информация нужна, чтобы конкретно её предоставили? Да не нужна никому никакая конкретная информация. Всем нужны только денюжки. Информация эта вообще не несёт никакой ценности ни для кого. Мы обратились к данному кредитору. Причём тут это? Финансовую организацию. Взяли денежные средства. Вот это выводы, конечно. Логика на грани фона. А почему сейчас-то вы тогда не возвращаете денежный свет? Так я же сказала, конечно-конечно. Уже бегу-бегу. Возвонок так повлиял на меня. Я просто... Вот, знаете, два месяца мне казалось, что не обязательно оплатить. А вы когда позвонили, я поняла всю сложность проблемы. И поняла, что немедленно необходимо её решать. Потому что последствия могут быть необратимы для меня. Угу, угу. Пожалуйста, мне хорошая данная информация будет зафиксирована кредитору вашему предоставленной. Подскажите, пожалуйста, дополнительный номер для связи с компанией данного актуальной. Данный номер же не вам принадлежит. Мне почему? Зачем вы меня под записи разговора вводите за блуждение? Да вас пора уже куда-нибудь ввести. А то вы не введённо уходите. Ну, это хорошо, что вы можете кого-то куда-то ввести, Диану Владимировну. Ну, конечно, естественно. Так же надо исполнять. Ну, всё, всё. На момент информация зафиксирована, кредитору будет предоставлено, не исключено, что если денежные средства не будут снесены на ваш счёт, в дальнейшем кредитор может изменить меры по взысканию. Я думала, человек просто понимает, что это может быть уже под подачей документов в суд. Обязательно, конечно. Сейчас прям побегут они в суд за эти три копейки. Ага, ага. Ну, это если для вас три копейки, то я не уверена, что для кредитора это три копейки. Да мне как-то не очень интересно. Уверена вы в чём-то, не уверена. Ваше мнение вроде бы никого не интересует. Информация будет зафиксирована. Да вы четвёртый раз это повторяете. Господи, какой же... Помимо фиксации... Помимо фиксации в башке ничего не осталось уже, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!